Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Я надеюсь, у вас всё отлично и вы здоровы. На этом канале мы обозреваем новости, факты и настроения относительно рынка криптовалюты, фондового рынка и экономики. Также мы разбираем интервью известных людей, которые в эти рынки инвестируют. Поэтому, если вы новенький на этом канале, пожалуйста, нажмите кнопку подписаться и не забудьте про колокольчик. Это уведомление о новых видео. Друзья, мир вокруг нас меняется и очень быстро. Мы видим текущую ситуацию по пандемии, плохое состояние экономики. Всё это по-настоящему сильно ускоряет развитие криптовалюты. Всё это ведёт нас к токенизированной экономике. Многие люди верят в различные теории заговора. Например, о том, что вся эта пандемия была создана правительствами для обеспечения нового мирового порядка или чего-то другого. Для этого нужна какая-то серьёзная аргументация. Я не говорю, что всё это совершенно не стоит внимания. Я просто не верю, что правительства создали эту ситуацию с пандемией. Но они точно используют её в своих целях. Глобальная пандемия реально встряхнула мир. И всё стало иначе, заверяю вас. И я верю, что мы увидим призыв всех правительств и центральных банков мира к тому, чтобы создавать цифровые валюты, которые гарантируют появление токенизированной экономики. И криптовалюта станет большой частью этого. Уже и банк международных расчётов говорит о цифровых валютах, включая и потенциальный выпуск цифровых валют с центральных банков. Ведь вы знаете, что уже и в США цифровой доллар в большом приоритете. Бывший председатель комиссии по торговле товарными фьючерсами выступил с инициативой стимулировать особые условия для создания цифрового доллара. Мы видим, что центральные банки по всему миру экспериментируют с собственными цифровыми валютами, даже маленькие страны и острова. У нас есть большие мировые форумы, ассоциации, которые реально контролируют множество банков и которые работают с правительствами. Они тоже продвигают идеи создания цифровых валют центральных банков. Это руководство из Мирового экономического форума. На странице Международного валютного фонда есть статья, которая посвящена проектированию цифровой валюты центрального банка. То есть, друзья, вы видите факты прямо перед нами. Это достаточно ясно. Это двигает нас ко всему цифровому. Исчезнут бумажные деньги, все транзакции станут цифровыми. Я думаю, что это следующий этап, к которому нас подталкивают мировые лидеры и правительства. Повторю еще раз, я не строю теории заговора. Я просто смотрю на факты и на то, что уже было опубликовано и сделано. Это изложение фактов, руководства и правил. И криптовалюты зажгли эту революцию. Я думаю, что эту ситуацию с пандемией используют как возможность, чтобы подтолкнуть нас вперед в этом направлении. Мы видим людей из традиционного финансового мира и даже из других отраслей, которые начинают осознавать происходящее. Постоянная печать денег, насколько это неустойчивая мера, советы покупать золото, серебро и биткоин. Например, это Роберт Киосаки, известный предприниматель, автор и так далее. А также и многие другие, которые начинают осознавать, что же происходит на самом деле. Новое мировое устройство. Новая валютная система. Все это приближается. Это будет очень выгодно для криптовалют, потому что цифровые валюты центральных банков утвердят крипту как класс. Люди скажут, эта валюта нематериальна. Но если вы конвертируете фиатную валюту в цифровую форму или форму токена, люди поймут, что деньги могут существовать в таком виде. До тех пор, пока технология, на которой все это основано, обеспечивает это и дает этому защиту. Технология блокчейна, конечно же. Это откроет разум людей, они все поймут. Криптовалюты дают больше возможностей. Простота, обмена, хранение, покупки и продажи. Также мы видим большую токенизацию недвижимости, акций, различных активов и товаров. Это будущее. Все будет цифровым и даже более глобальным, чем раньше. Больше возможностей, чтобы все стало еще более глобальным. Мне кажется, что множество бедных стран с проблематичными банковскими системами и людей, не имеющих доступ к банковским услугам, фактически обретут эти услуги. Ведь все, что им нужно, это просто смартфон. Также мы видим, что на основе технологии блокчейна будут построены новые умные города, использующие токенизацию экономики и различные криптовалюты для своей жизни. Около двух лет назад, если вы можете вспомнить, криптовалютный миллионер заявил, что хочет построить умный город в Неваде. Я думаю, где-то рядом с заводом Tesla или Apple или другой крупной компании, которая там находится. И все это будет оплачено эфирами. Это будет умный город, друзья. А крипта играет огромную роль в его жизни. Я ожидаю увидеть, что подобные города будут возникать повсюду. Или же обычные города, такие как Нью-Йорк, начнут интеграцию с такой технологией. Например, в системе метро сейчас используют какие-то карточки, физические жетоны и так далее. В умном городе это будут токены или криптовалюта. Это абсолютно новый мир. Все будет цифровым. Как я уже сказал, я не пытаюсь погрузиться в кроличью нору конспирологии. И я не верю, что правительство начало эту пандемию. Но я верю, что они используют эту ситуацию, как они используют любые другие кризисы и различные возникающие в мире проблемы, для собственной выгоды. Чтобы продвинуть новое движение. Чтобы изменить старую парадигму. И как я уже говорил, крипта это большая часть всего этого. Оцифровки всего мира. Это очень интересно. Я знаю, что многие люди обеспокоены. Теперь они, правительство, смогут отследить вас. Да, это может быть проблемой. Но крипта предлагает альтернативное решение в этом случае. Я знаю, что некоторые люди очень обеспокоены этим вопросом. И именно поэтому крипта очень важна. Потому что она даст альтернативу правительственному цифровому токену. Хорошо, я не буду использовать цифровой доллар. Я буду использовать биткоин, эфириум или рипл вместо него. Нам нужно увидеть, как будут разворачиваться события. Но мир изменился. И я думаю, что вы понимаете это, друзья. И вы понимаете, насколько большое влияние будет иметь крипта в этом измененном мире. Изменились и другие вещи. Я не говорю, что это только крипта или деньги. Но большая часть этого как раз таки деньги. Оцифровка, цифровые валюты, крипта и блокчейн. Я думаю, что впереди новый мир. И я рад, что я живу в начале его рождения. Я рад, что у меня есть крипта по низкой цене. И по-моему, все довольно ясно. Токенизированная экономика приближается. И мы будем ее первопроходцами. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал. Делитесь видео с друзьями. Комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого.